Слава Богу! Город Казанлык, где 55 тысяч населения, считался очень твердой почвой для того, чтобы насаждать семена Евангелия. Очень сильный дух коммунизма, говорили, и очень сложное такое место. Об этом говорили многие евангелисты, которые приезжали. Но вы знаете, слава Богу, когда приходит Господь, когда приходит Иисус, тьма просто уходит. Потому что это принцип Божий. Когда приходит свет, тьма уходит. И вот одной только литературы мы раздали 20 тысяч книг, представляете? Брошюры там были, всякие флайеры, свидетельства. То есть они попали в Казанлык и регионы. И просто в палатку по 100 человек приходили ежедневно людей. Ну, я считала, как раз занималась статистикой. 98 людей, 120 людей, 110, 113 каждый день. Хочу сказать о результатах. По итогам 10-дневного палаточного служения в церковь пришло 7 человек. 5 взрослых и 2 ребенка. Нужно отметить, что церковь это был раньше дом до декабря. И там где-то 50 человек было, там больше еще бывало. Ну, вы представляете, что когда они купили здание, молились об этом и купили здание бывшего ресторана, у них стало очень много места. И нужно стало наполнять людьми. Место стало, нужно приглашать души спасенные. Конечно, палаточный евангелизм это стало как раз таким методом, когда Бог приводит своих людей и о каждой спасенной душе небеса радуется. А там по 10 человек принимали спасение. По 40, по 70 человек ежедневно выходили на молитву исцеления. Иногда было меньше, иногда больше. Просто слава Богу. Расскажу несколько свидетельств. Служили мы из разных стран. Эстония, Белоруссия. Из Кипра приезжал брат. Россия, Украина, Болгария. Служили люди с 9 лет и до 72. То есть, понимаете, совершенно разная команда, разные естественные какие-то религиозные там могут быть вероучения, разные доктрины. Но Господь настолько по молитвам. С утра мы приходили, начинали молиться. Господь настолько давал любовь, настолько давал общее вот это вот единство духов в союзе мира, что просто действительно мы любили друг друга. Мы любили тот труд, который мы делаем во славу Бога. Просто аллилуйя. Димитричка сестра была со своим сыном. Ему было 15 лет. Пять лет назад на палатке он бегал мальчиком и увидел, как исцеляются люди, увидел, как люди здоровые. А он приходил домой, там мама умирала. Просто мама умирала. И вот этот мальчик приходил и говорит, мама, там исцеляются. Мамочка, пожалуйста, будь здорова. У этой мамочки была грыжа 2,5 килограмма. У этой мамочки кровоточила, просто черная кровь выходила, гной и все из живота. И она не могла самостоятельно ходить, но там помогли, и она пришла на палатку, и Господь своей чудесной силой коснулся ее. И пошло исцеление. Была операция, профессор говорил, что ну вы не ожидайте ничего, ты умрешь. Ну надо смотреть правде в глаза, такие болезни не исцеляются. Ну просто ты умрешь, прими как есть. Она говорит, нет, я не принимаю. Она приняла Иисуса в сердце и молилась о бесцелении. Первая операция, вторая, третья. Господь был во всем этом. И вот проходит время, и сейчас она служит, свидетельствовала она. Она ездила вот по районам, то есть кроме того, что в Козлыке была палатка, еще каждый день уезжала группа верующих, свидетельствовать о чудесах Божьих, молиться и провозглашать Царствие Божие на том месте, куда вступали евангелисты. И там еще тоже вот только в один день самое большое было, мне пришли, сказали, Наташа, говорит, где-то 150 человек пришло. А говорит, сколько было детей, это просто несчетное количество. Ну просто, говорит, никто их не мог посчитать, и некогда было. И где-то 50 человек молились о покаянии. Я спрашиваю, сколько литературы раздали. Она говорит, два полных под завязку забитых багажника. Кто ее там считал уже? Уже было некогда. Представляете, две машины, это 10 человек. Такой труд. Просто слава Богу. И еще хотела про исцеление сказать. Очень интересная там сестра, я на нее сразу внимание обратила, ее зовут Ваня, Иванка. Она учитель воскресной школы. Она такая мягкая, нежная, она настолько вот нежно говорила с детьми, вот рассказывала библейские истории, что действительно дети приходили, приходили. И на третий день, помню, пришло 25 человек. Я там еще фотографировала, там медиа занималась всем, чем можно. Конечно, и молились за больных, вся команда. И вот смотришь, и когда вот эти деточки повторяют впервые молитву покаяния с детских лет, ну просто умиляется душа. Ну, думаю, что-то это самое. Такая она благословенная, думаю, что Господь для нее приготовил. Представляете, она идет после этого служения, вечером смотрю, говорю, Ваня, а что случилось? А она хромает на ногу, говорит, ушиблась, так неудобно, говорит, подвернула ногу, сходила, сделали рентген и сказали, что вот гипс завтра будут накладывать. Я говорю, у тебя сегодня такой успех был. Милая моя, давай молиться за ногу. Уж сразу не наложили гипс, значит, у Бога свой план есть. Ну, возложили руки, помолились. Я говорю, знаешь, вот Исайя 53.5, там написано, что ранами его мы исцелили. И говорит, давай, пожалуйста, молись. И она еще принимала сестер из Эстонии и из Ярославля. Вот, она принимала сестер, ночью еще молились, ночью накладывали, руки возлагали, утром молились. И потом она приходит, у нее повязочка, я говорю, Ваня, а гипс-то тебе обещали, это как? Она улыбается, говорит, представляешь, говорит, просто чудо для меня. Сегодня, говорит, вот мой день для чуда. Посмотрел ортопед и сказал, а тебе не нужно, говорит, совершенно не нужен гипс, говорит, вот у тебя там сосудик порвался, вот тебе мазь. На следующий день она уже пришла вообще без повязки, без всего. Я говорю, как так? Ну, Иисус Господь, то есть вот такие чудеса были. У меня впервые в жизни фотографии, где там бабульки вот стоят возле меня и палочки подняли. То есть приехал когда Евгений Гуринович, там Вальдемар Пранчик проповедовал, Инна Бурмистрова. И, собственно говоря, вот каждый день спины исцелялись больные, хромые ходили, говорили, что у многих вот, ну, ко мне в основном подходили те, у кого сокрушенное сердце, какие-то там вот эти вот боли, еще что-то. И палочки просто отдавали. Женщина приходила такая зрелая, ну, такой, насыщенная годами. Пришла, отдала палочки, но бывает же, что еще потом приходят. На следующий день она пришла с дочкой уже за руку. И на последний день палатки она тоже приходила за руку с дочкой. И они такие, конечно, благодарные. Вот для Казанлыка это просто было действительно, ну, очень важное событие. И для церкви все довольные. Команда сплотилась, захотели еще служить. Служители говорили, что мы теперь сами можем брать палатку и сами можем проводить евангелизации. Это было и раньше. Они не сидели. Ну, братья свидетельствовали о том, что в церкви они получают обучение, теорию, как служить. А именно, палаточный евангелизм. Это метод очень хороший для практики, для нашего сплочения, для умножения веры. Потому что мы действительно в конце стали как единая команда. Ну, до сих пор пишем, переписываемся что-то. Вот. И просто действительно, слава Богу. Ведь Казанлык это город, где вот этот фимеам болгарской розы, этот аромат, аромат о Христе, он будет распространять, я верю, вот по всему району. И, конечно, София будет продолжать вести это служение мировой жатвы в Болгарии. И важно еще очень было, что действительно это город, где рядом шибко. Это город освобождения от мусульманского. Надо тоже заметить, что много ведь мусульман там, и много цыган. Они прямо приходили с семьями. Они там прямо и бегали, и ребятки на батуте прыгали, и исцеление было, и женщины подходили, молились, просили там о своих проблемах молиться. Просто, знаете, действительно, это был праздник. Это был праздник для детей в три часа. Это был праздник для взрослых. Это был праздник для молодежи, который вот действительно, наша благословенная молодежь, которые умеют отдыхать и петь песни, и веселиться во славу Божью. И это праздник для города был. И на следующий день собрали палатку уже 1 сентября, а мы идем, там нету. И скучно. Скучно без палатки. Это просто действительно, ну, слава Богу, когда провозглашается Божье Слово. Я хочу еще стихотворение прочитать. Спасибо. Пока время позволяет. Ну, и хочется действительно. Называется «С кого начнется пробуждение?» С чего начнется пробуждение? С молитвой Богу на заре, И с благовести, что несешь ты соседям утром во дворе. С чего начнется пробуждение? С поста, что заповедовал Бог, И с выбора тропинки узкой костистых сухопарых ног. С чего начнется пробуждение? С хвалы и поклонения Богу в больницах, тюрьмах, в ЗАГСах, в Думе и на проселочной дороге. С чего начнется пробуждение? С рассказа о голгофской жертве, больным, уставшим, обреченным. Иисус дает души бессмертие. С чего начнется пробуждение на резком в жизни вираже, С пронзительного стука сердца, с огня, горящего в душе. С чего начнется пробуждение? С призыва грешных к покаянию. Так заповедовал Господь нам еще в начале мироздания. С кого начнется пробуждение в стихии Божьего огня? Оно возникло в Иисусе и начинается с меня. И я просто хочу благословить вас этим желанием пробуждать людей для Иисуса, начиная с меня. Можете сейчас просто положить на сердце руку? Можете положить на сердце руку и сказать, Господи, начни с меня. Иисус, Ты живешь во мне? Веди меня своим путем для достижения душ, которых Ты уже приготовил ко спасению. Господь, да приблизится Царство Твое. Аминь. Слава Богу, Иисус Господь на этом месте!